ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От кого зависит размещение полицейской миссии ОБСЕ на оккупированных территориях? Миллионы под пресс. Зачем в Николаеве решили уничтожить 11 тысяч велосипедов? И потанцуем, и проголосуем. В парламенте сегодня не только законы творили, но и устраивали песнопения, пляски и кулачные бои. Но вот в куларах все больше разговоров о дне завтрашнем. Где взять 300 голосов для изменения Конституции? Екатерина Лысенко подробнее. За работой нардепов сегодня наблюдают не столько дипломаты, сколько юноши и девушки в вышиванках и творческих коллективах. Как-никак, День защиты детей, гляди, и парламент что-то проголосует важное для них. Проголосовал в первом чтении закон, который разрешает после 16-ти менять свое отчество. А дальше постановление ратификации. Полупустые парламентские ряды в короткий рабочий день среды. Еще одно подтверждение тому, что нардепам не до экономики. Экономических законов, которые жизненно важны для людей, их нет. Есть очередные парламентские слушания. Наверное, они важны для определенной части политиков. Но людей сегодня волнуют только экономические вопросы, вопросы выживания. И мы не видим своих проектов законов. Особенно 3793 это закон о корректировке бюджета в части повышения социальных выплат. А в кулуарах в это время обсуждают день завтрашний. В планах Конституцию менять, судебную реформу проводить. Одна незадача. Где найти 300 голосов? Мы имеем изменения до Конституции, где нужно 300 голосов. И потом мы имеем принять закон про судочинство в первом чтении, который в действии ведет всю конституционную норму. Нарештем мы будем все-таки иметь судей, у которых незалежно не от Верховной Рады, не от президента. Они будут обраться на своих комиссиях, на конкурсных засадах, где будут иметь возможность на 4 года выбираться. Те механизмы, которые там прописаны, они прописаны для того, как бы так сделать, чтобы ничего еще 2 года не делать. Проводить какие-то оценивания, тестирования, сясирование майнового состояния и так далее. А до того времени эти суды будут заниматься свои посады. Поэтому в этом кризиса небезпека. Шанс сделать реформу судового системы у нас будет один раз. И если мы сейчас принимаем наперед закон, по которому реально сделать реформу будет неможливо, который потребует доопрацения, то мы этот шанс просто смирнуем. Как голосовать? Все фракции обещают решить вечером, пока никто однозначно ничего не говорит. И пока за дверями сессионного зала думают, как быть судами, под куполом, не на шутку разошлись в эмоциях. Решили голосовать за создание комиссии, которая займется расследованием коррупции и связанными с ней скандалами. Если вы этого не сделаете, народ вас топит в эту Верховную Раду, запустит такой снаряд, что ляжем тут все. Поэтому раджу начать с того, что принимайте комиссию и сделайте ей честно. Но не сделали. На комиссию голосов не хватило. Это вопрос у сугубо уголовно-правовой. Здесь должны работать правоохранительные органы и отвечать на вопросы, говорили наши коллеги. Откуда деньги? Как их использовали? Кто их украл? ТСК не является эффективной организацией. А в зале продолжали спорить о той же следственной комиссии, пока не внесли еще одно постановление. Я прекращаю дискуссии по этому закону и я оголошу на расследок наступные законы, которые открывают шлях по декоммунизации. Постановлением нардепы хотели отменить переименование Комсомольска в Горечной Плавне, а Днепропетровска в Днепро. Более 300 тысяч собрано подписей жителей города Днепропетровска за эту идею, за сохранение города имени. После того, как на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала все-таки за переименование города, могу сказать, что в городе возник огромный взрыв возмущения. Ну и это голосование провалили. Свою позицию нардепы даже попытались отстоять боями и кулаками, но заседание закрыли в МИК, а в куларах все те же дети из юношеских. А коллективов к единству призывали танцам. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Иван Ермаков, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Кроме поиска 300 голосов в завтрашних планах нардепов и медийные игрища от Народного фронта. Закон 4303 авторства Княжицкого предполагает запрет фильмов, телепрограмм, музыки и спектаклей российского производства, если все, кто участвовал в их создании в письменной форме, не осудят аннексию Крыма. Документ предусматривает также запрет на показ кинолент и из других стран, если в них, к примеру, снимались российские граждане. Это картины, которые вышли в прокат с начала 2014 года. Так в черном списке могут оказаться более 20 новых фильмов. Этот законопроект многие эксперты называют по меньшей мере несуразным. Говорят, зрители перестанут смотреть телевидение и просто уйдут в интернет. А вот там уже никаких ограничений. Есть еще одно мнение. Закон выгоден тем, кто зарабатывает на пиратском рынке. Если голливудская студия, например, пригласила Кирилла Серебренникова или Владимира Машкова, получается, что эта студия должна для того, чтобы осуществить дистрибуцию в Украине, получить прокатное удостоверение, получить расписку. А если этот человек написал одну расписку, а завтра сделал другое заявление, хоть нарушение Европейской конвенции по правам человека. Абсолютно не демократичная, абсолютно неправовая история, которая, к сожалению, нас ведет не в Европу, а в лучшие традиции 37-го года. Представители кино и телеиндустрии Украины уже подготовили открытое письмо. Руководству парламента и главам фракций требуют отменить голосование по законопроекту 4303. Его содержание медиаэксперты считают недемократичным и неправовым. А вот детище уже другого фронтовика, Антона Герасченко, миротворец, снискало дурную славу за океаном. Издание New York Times на своей веб-странице опубликовало статью под названием «Украина объявила войну журналистики». Именно так ее автор, Йен Бейтсон, характеризует слив персональных данных тысяч корреспондентов с сайтом «Миротворец». Сам Бейтсон также попал в этот список. Он получал аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, чтобы работать на Донбассе. И о других списках и списочниках. Изучением черной бухгалтерии, которую вел бывший регионал, а ныне нардепа Дведроджини Евгений Геллер, занялось Национальное антикоррупционное бюро. Сегодня допросили замглаву СБУ. Виктора Трипака ждут на допрос и нардепа Лещенко. Последний уже успел засветиться в новом скандале. Подробнее Елена Митясова. Я стверджу, что пан Жербицкий перебывает в особенных, дружных, приятных, приятных отношениях с паном Клименком. И он не может быть неупередженным следчим в справе про разграбывание государственного бюджета. Прокурор Жербицкий от обвинений поспешил откреститься, созвал на брифинг журналистов и потребовал отторде по публичных извинений. Заявляю, я в жизни, в своей жизни, никогда не видел живым, так сказать, Клименко, чтобы можно было или поздороваться с ним, или поговорить. Что значит приятные отношениях? Хотя бы надо пожать руку. Исходя из этого, я требую, чтобы народный депутат Лещенко, которому свойственно, часто выдавать такие заявления, предоставил доказательства того, что я нахожусь в приятельских отношениях с господином Клименко. Напомню, каша заварилась после пресс-конференции генпрокурора. На днях Юрий Луценко заявил, что дело экс-министра доходов и сборов Клименко и следственного управления передал военной прокуратуре. И рассматривать его будет в закрытом режиме. Теперь прокурор Жербицкий. Говорит ли Лещенко правду? Вопрос открытый. Как и то, откуда у Лещенко амбарная книга регионалов. С этим уже разбирается НАБУ. В ведомстве говорят, списки, которые передал им нардеп, отличаются от записей, предоставленных замом главы СБУ Виктором Трепаком. Последнего сегодня прокуроры допросили, а в пятницу ждут у себя Лещенко. По черным партийным спискам, которые вел нынешний нардеп от ведроджения Евгений Геллер, начато досудебное расследование НАБУ, идентифицируют лица подписи в списках и советуют тем, кто знает, что они есть в скандальном перечне, но с этим не согласны, обращаться в ведомство и сдавать на экспертизу образцы почерка. Всем обещают анонимность. Елена Митясова, Сергей Ведмедь. В подробности телеканал Интер. Превратить в хлам или отдать детям? В Одессе скандал с конфискатом. Полиция изъяла 11,5 тысяч китайских велосипедов. Суд постановил распилить их на лом и продать. Уже и Николаевскую фирму нашли для утилизации. О реакции рядовых граждан и о том, какая хитрая коррупционная схема скрывалась за этой контрабандой, расскажет Кирилл Ющишин. Склад на окраине Одессы. Здесь находится 11 395 новых китайских велосипедов. В полиции, говорят, владелец торговой марки Азимут, а видеопольская фирма обратились с заявлением, мол, в Одессу прибыли контрабандные велосипеды с их логотипом. Товар изъяли. Приморский райсуд города постановил разобрать велосипеды на детали и распродать на аукционе в пользу государства. Утилизацию поручили николайской фирме под названием «Базука». Абы какие фирмы не могут проводить данные действия. Поэтому я думаю, что если суд определил, именно и поручил этой фирме заниматься, значит, данная фирма находится в реестре и имеет право заниматься этой деятельностью. По юридическому адресу этой фирмы в Николаеве находится спортивная база «Динамо». Тут, говорят, «Базука» действительно когда-то арендовала здесь небольшую комнатушку. Пять лет назад они вернули, убрали, уехали от нас и всё. В госреестре предприятий в контактах «Базуки» указан недействительный номер телефона. Специализировалась фирма на многом, от торговли до утилизации опасных отходов. Её собственник – житель Киевской области Виктор Санько. Подробности разыскали его нынешний номер телефона. Ваша фирма «Базука», она получила поручение у Одесского суда на хранение 11 тысяч велосипедов. Что получила? 11 тысяч велосипедов на хранение и утилизацию. Велосипедов? Вы об этом вообще знаете? Да что-то не полностью я там владею этой ситуацией. Выходит, что суд отдал на утилизацию велосипеды рыночной стоимостью более 17 миллионов гривен. В фирме, которая фактически уже пять лет не работает. Налицо схема по уклонению от уплаты таможенных сборов. Такие годами проворачивались в портах, говорят, в Центре противодействия коррупции. На самом деле, майно передавалось на реализацию или утилизацию каким-то неведомым фирмам со знаком эффективности. Это или компаниям, даже иногда государственным, которые потом продавали за бестин. Просто следственный подавал вопрос, в каком вписал эту компанию. Так и суд задовольнив. То есть никаких тендеров, ничего не нужно. То есть это произошло абсолютно непрозоро. Провернуть эту аферу с велосипедами помешала реакция общественности. Сообщение в СМИ об утилизации возмутило украинцев. Они потребовали передать конфискованные велосипеды малоимущим семьям и интернатам. Кирилл Ющишин, Андрей Анастасов, Богдан Иванов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Николаев Одесса. Реакция общественности, а впоследствии вмешательство премьера, помогли сохранить более 11 тысяч велосипедов. Но остались вопросы. Написал у себя на странице в фейсбуке депутат Борислав Береза. Политик заявил, что направит депутатские запросы в государственную фискальную службу и прокуратуру. Березу интересует, была ли в действительности проверка регистрации фирмы-поставщика, или ее проверяли только на бумаге. А решение об утилизации, вместо того, чтобы запросить сертификат или провести госэкспертизу, это халатность или способ получить неправомочную прибыль. По мере получения ответов на свои вопросы, Береза обещала отчитываться перед общественностью. Механа миллион долларов. В Украину их завезли под видом офисной бумаги. На автомобиль Вольво полицейские обратили внимание, когда он пустым ехал в сторону таможенного поста Баческа, а через некоторое время грузовик возвращался уже груженый. На знак правоохранителей остановиться водитель не отреагировал. В результате машину догнали. Водитель предъявил документы, согласно которым он вез 20 тонн бумаги. Вот когда фуру открыли, там были огромные полиэтиленовые мешки. Вместо бумаги в них оказались дубленки, женские шубы и просто шкуры с российской или турецкой маркировкой. Сейчас правоохранители выясняют, кто владелец груза. На заседании правительства сегодня подвели первые итоги работы системы электронных госзакупок «Прозора». Ее презентовали ровно год назад. Несколько областей – Киевская, Днепропетровская и Сумская – уже испытали новую систему на себе и сэкономили полтора миллиарда гривен. До конца года в Минэкономразвитии ожидает еще 5 миллиардов гривен экономии, а в следующем уже даже в 10 раз больше. В обязательном режиме на электронные закупки перейшли все центральные органы влады. С 1 серпня переходят и остальные закупки, это, как правило, органы местной влады и коммунальные предприятия. Электронная система действительно позволяет экономить деньги громады и более рационально использовать бюджеты. 1.08.2016 года – это тот период, когда все должны перейти на электронные закупки. Пусть у кого-то рука отсохнет, купить сухарь или что-то другое на 40% дороже. Что это за 40%? Это миллиарды, которые забрали пенсионеров, армии. Все те, кто не перейдут с 1.08 на государственные закупки через всю публичную систему, руководители должны быть свободны. И сегодня кабинет министров сменил правление Укрзалезнити. Представление внес первый замминистра инфраструктуры. Евгений Кравцов уточнил, что эта команда полностью согласована с новым руководителем компании. Кроме того, правительство подписало контракт с Войцехом Бальчуном, назначенным на должность гендиректора в апреле. Новый глава правления рассказал, кто же вошел в новый менеджмент госпредприятия. Все поляки, которые вошли в новый состав правления, это высококлассные специалисты в железнодорожной отрасли. Сейчас для нас ключевой вопрос распределения полномочий внутри самого правления. Я считаю, что каждый из его членов должен отвечать за конкретное направление. Финансы, пассажирские перевозки, производство. На взятках задержали 19 военнослужащих Краматорского погранотряда, расположенного в зоне АТО. Они ежедневно требовали мзду 200 гривен жителей Донецкой области за проезд вне очереди через пропускные пункты Майорск и Зайцево, а также за провозь большего количества товаров, чем положено по закону. Об этом сегодня сообщили в Госпогранслужбе. Близько 23-го вечера був затриманный начальник отдела Бахмут, его заступник та один из офицеров, подчас передачи начальнику отдела коштей в размере 45 тысяч гривен. В дальнейшем в ходе обшуків в местах проживания вилучено еще понад 600 тысяч гривен и 30 тысяч долар. Было порушено кримінальне проваження. Авдеевская промзона, шахта Бутовка, позиции в районе поселка Опытное. Ситуация обострилась по всему участку Донецкого направления. Минометы, самоходки и гаубицы. Боевики активно пускают в ход тяжелое вооружение. Последние новости в сюжете Руслана Смещука. Окрестности поселка Опытное. Рядом Донецкий аэропорт. По тропам военные ведут нас на нулевые позиции. На автомобиле туда не доехать. Заминировано. Да и пешком нужно быть осторожным и смотреть под ноги. Тут есть разорванные снаряды. Есть много растяжок. Тики по тропам. Вскоре начинается обстрел украинских позиций в стороне от нас. Вот сейчас мы слышим периодически с левой стороны залп. Это или Спартак, или район аэропорта. Боевики работают из минометов либо по Авдеевской промзоне, либо вот где-то там поблизости. Вскоре добираемся до нулевых позиций. В километре с хвостиком разбитый новые старые терминалы ДАПа. Метеостанция еще ближе. Взлетные полосы. В последние несколько дней они, в принципе, начали больше вести интенсивный обстрел. Выкористовывая крупнокалиберные пулеметы, АГС, стрелковую всю зброю. Плюс с использованием даже важной артиллерии, которая работает фактически из аэропорта. То есть фактически они звезды бьют и по Авдеевской промзоне, и по шахте Бутовка. Сейчас били по позициям в районе шахты Бутовка. Перемещаемся поближе к ней. Что прилетает, видно. В траве и среди сгоревшей техники свежие воронки. Но больше всего достается Авдеевской промзоне. Обстрелы позиций на ней не прекращаются. Есть пострадавшие и раненые. Руслан Смещук, Игорь Сюлий и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Быть или не быть международной полицейской миссии на Донбассе. Из Киева и Москвы сегодня поступила противоречивая информация. О чем удалось или наоборот не удалось договориться, расскажет Данил Русаков. Москва дала согласие на развертывание международной полицейской миссии на Донбассе. Такие сообщения информагентство передали сегодня со ссылкой на замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева. По его словам, в распоряжении Киева есть записи и даже стенограммы переговоров с руководством России. Он также отметил, во время последнего телефонного разговора в нормандском формате 23 мая были достигнуты определенные договоренности. Детали не обсуждали, но, как утверждается, речь шла о формате миссии. В российском МИДе сегодня также выпустили заявление. Там сообщили, что для решения этого вопроса существует контактная группа в Минске и ОБСЕ. Это слова статс-секретаря Григория Карасина. Каких-либо конкретных дат, когда могли бы обсудить перспективы полицейской миссии, он не назвал. Ранее сообщалось, что в переговорном процессе в нормандском формате достигнуто определенное единство. Предполагалось, что в Вене на уровне постпредов государств-участников может быть начата соответствующая работа. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. И сегодня же в Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Главная тема переговоров – нарушение режима тишины. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Леонида Кучмы. Только в мае на Востоке погибли 26 украинских военных. Обстрелы со стороны боевиков усилились. В таких условиях рассчитывать на улучшение ситуации сложно. Основной вопрос – обмен военнопленными пока решить не удается. Минские договоренности и санкции против России – основные темы переговоров главных дипломатов Украины и Германии. Павел Климкин и Франк Вальтерштанмайер встретились сегодня в Берлине. О чем говорили министры? И правда ли, что ЕС подумывает приступить к поэтапному снятию санкций против Москвы? Расскажет Татьяна Лагунова. Главные дипломаты Украины и Германии встречаются более чем часто и на международных саммитах, и на конференциях, и в рамках нормандского квартета, и просто вот как сегодня с глазу на глаз. Но главная тема их переговоров не меняется уже много месяцев. Это ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Это действительно наша отданость минским договоренностям. И их сенс, где у нас есть абсолютно спильное видение, полягает в том, что нужно достигнуть стала деэскалации, то есть прекратить постоянные обстрелы. В последние дни были очень тяжелыми. Только в последние дни мы потеряли 15 украинских войсков. 15 загиблых, больше 20 пораненных. Есть еще один важный пункт на пути реализации минских договоренностей. Это проведение местных выборов на востоке Украины. С одной стороны, есть аспекты безопасности, которые мы должны улучшить. С другой, нам нужен правовой базис. Мы обсуждаем его много недель. Рабочие группы встречались уже 36 раз. Но пока мы не смогли согласовать концепции закона о местных выборах. Первый вопрос от журналистов о санкциях против России. На днях главный дипломат Германии не исключил возможности их поэтапного снятия в случае выполнения определенных пунктов из минского пакета. Оказалось, немецкого министра не совсем правильно поняли. Пока смягчать штрафные меры никто не собирается. И хочу подкрасить, что будь-якие сигнали, что до завчасных послаблений санкций, они, конечно, они, конечно, контрпродуктивными. Когда Минск будет выполнен, что будут ключевые фундаментальные моменты Минску выполнены, что домовленности действительно будут реализованы, тогда можно говорить и про послабление, або знание санкций с Российской Федерации. То, о чем сказал Павел Климкин, а именно тесная привязка санкций к выполнению минских договоренностей, никто не ставит под вопрос. Я только предложил более разумно использовать санкционный инструмент, чем мы это делали в прошлом. Если будет достигнуть значительный прогресс в выполнении минских договоренностей, которого пока нет, тогда и можно подумать, как мы на это отреагируем в санкционном вопросе. Дипломаты также обсудили безвизовый режим и реформы в Украине и рассказали, что обязательно посмотрят матч между сборными Германии и Украины на чемпионате Европы по футболу. Правда, в спортивном вопросе министры будут уже по разные стороны баррикад. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вопрос о продлении санкций против России и безвизовый режим для украинцев обсудят на мини-саммите Украина-ЕС, который пройдет в Брюсселе в конце июня. Об этом заявляют в администрации президента Порошенко. Как сообщается, во встрече примут участие президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европарламента Мартин Шульц. Украина не будет отдавать кредит Януковича. Голосейский райсуд Киева постановил арестовать 3 миллиарда долларов кредита, который Россия предоставила Украине в конце 2013-го. И вот почему. Вынужденная переселенка из Луганска Ирина Веригина подала иск о компенсации ей убытков, причиненных российской агрессией, и выиграла дело. В итоге судьи запретили Кабмину, Минфину, Госказначейству и Нацбанку проводить любые платежи по договору. Банк Крещатик выдал кредитов на 40 миллионов долларов США по поддельным документам. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Как сообщают, деньги получила группа фиктивных подконтрольных банку предприятий. Куда дальше пошли средства, сейчас выясняется. Вчера следователи Генпрокуратуры провели обыски в помещениях банка Крещатик и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность этого финучреждения. Более 2 миллионов гривен украли у 38-летнего киевлянина возле банка на Подоле. Об этом сообщила полиция Киева. Мужчина забрал из банка депозит и, как только положил сумку с деньгами в багажник своего автомобиля, на него напали двое неизвестных в балаклавах. Грабители ударили его по голове и, забрав деньги, уехали на синем «Фольксваген-Гольфе». Спустя полчаса полиция разыскала такую же машину с номерами, которые якобы видели очевидцы, но, как оказалось, ни водитель, ни его авто не имеют отношения к этому ограблению. Мы продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Гнилыми нитками шито. Кто отправляет на фронт ветхие палатки по заоблачным ценам? Бизнес на стариках. Кто делает деньги на подпольных домах престарелых? Ясельные бдения. Почему родители вынуждены брать детские сады штурмом? Два месяца под стражей. Броварской районный суд Киевской области избрал меру пресечения владельцу сгоревшего нелегального дома престарелых Олегу Дмитренко. Напомню, пожар унес жизни 17 человек. Но вот сколько по всей стране таких незаконных учреждений и почему на это до сих пор не обращали внимания, пытались разобраться наши журналисты. Решение суда владелец частного дома престарелых Олег Дмитренко будет обжаловать в апелляционном суде. Свою вину в гибели 17 человек не признает. В Украине дома престарелых могут быть только государственными или находиться в коммунальной собственности. Все остальные нелегальные. Поэтому умельцы ищут всяческие лазейки в законе. К примеру, оформляют здание как частный дом. Согласно законодательства, приватное житло не имеет права проверять с несанитарными, непожарственными службами и так далее. Зрозуміло, что ответственных проверок не было. Сколько таких нелегальных частных домов престарелых в Украине затрудняются ответить даже в профильном министерстве. Если мы говорим про наши государственные заклады, то мы, конечно, их проверим. Что касается подобных закладов, они существуют нелегально. В министерстве уже заявили, планируют легализовать частные дома престарелых. Тогда смогут их и проверять. Но почему до этой трагедии на такие учреждения просто закрывали глаза? Ведь примеров хватает. Недавно скандал с нелегальным приютом прогремел в Запорожье. Там женщина устроила в своей однокомнатной квартире хоспис для одиноких пенсионеров. Соседи жаловались, постояльцы кричали от голода, а сама хозяйка была пьяна. После того, как в ситуацию мешали журналисты, нелегальный дом престарелых закрыли. Людей забрали в больницу, а в отношении предприимчивой женщины даже завели уголовное производство. Впрочем, как говорят соседи, наказание она так и не понесла. Никто ничего. Ни милиция, ничего. Даже вообще, там, ну, за на кое можно было бы посадить, как говорится бы. Государство должно контролировать этот бизнес, говорят эксперты. Но вводить лицензии или создавать новый контролирующий орган не стоит. Сам факт того, что человек открывает дом престарелых условно, не влечет для него никакой уголовной ответственности. Но государство должно обеспечить неотвратимость наказания в случае подобных событий. Но в Украине, кроме нелегальных домов престарелых, существует еще множество таких же нелегальных детских садов или центров развития ребенка. Что должно случиться, чтобы и на эти незаконные учреждения обратило внимание государство? Анна Каменева, Сергей Бордюжа, Павел Лысенко, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. За последние сутки ситуация на Мариупольском направлении крайне обострилась. Боевики не прекращают обстрелы из минометов и гранатометов. Особенно под Марьинкой, Красногоровкой и поселком Широкино. Сегодня, после обеда, наемники обстреляли там позицию украинской морской пехоты из 82-миллиметровых минометов. Этот морской пейзаж мало ассоциируется с передовой, но стоит только посмотреть налево, и перед глазами возникает картина апокалипсиса. За два года войны в курортном поселке ни одного уцелевшего здания. Из ближнего блокпоста чаще работать. Это внутри, в нашу сторону. Ну вот спокойно обстановку в Широкино назвать никак нельзя. Вот мы пришли на позицию, сразу же буквально через пять минут начался минометный обстрел. Набрасывают немного, но вот на протяжении где-то пяти минут сюда прилетело до шести мин. Обстрел продолжался более часа. Боевики били с восточной окраины Широкино и соседней Саханки. Морские пехотинцы были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Уже в течение двух недель в Широкино боевики не жалеют мины и снарядов, говорят морпехи. Как только заехали, обкатывали, уже спегеваны, минометы 120-80 и все. Все сюда крыли. Сегодня при фронтовой Мариуполь прощается и с погибшими бойцами. Сергей Хорошун, Александр Шапочник и Денис Богданов погибли три дня назад, недалеко от Павлополя. Их позицию боевики накрыли из 120-х минометов. Проводить героев в последний путь собрались сотни мариупольцев и боевых побратимов. Счастливое такое солнечное сегодня. Вот это дякую еще этим хлопцам. Только за последнюю неделю на мариупольском направлении в боях погибли по меньшей мере шесть военных. Раненых еще больше. Люди, которые начали эту войну, потом получат по полной заслуге. А перед лицом погибших товарищей скажу одно. Сделаем все возможное, чтобы они прочувствовали, что нельзя трогать Украину. Вечером тела этих бойцов отправили домой. Запорожскую и Днепропетровскую области. Герои не умирают. Герои не умирают. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обратился сегодня к НАБУ с просьбой проверить процесс закупок для армии. По имеющейся у нардепов информации, еду, топливо и одежду для солдат закупают по завышенным ценам. При этом глава комитета Сергей Пашинский опроверг информацию о том, что он, а также нардепы Татьяна Черновол и Иван Винник пытались навязать Минобороны закупку некачественной формы. Об этом недавно заявил известный волонтер Роман Доник, которого Пашинский в ответ назвал, здесь я процитирую, подонком. Такий собі пан Доник, якого ми запросили на комітет, почав звинувачувати нас, що ми це пролобіювали цій закуплі, а ці не ці подонки звинувачили Татьяну Миколаїну Черновілу, що це вона закупила цю форму і заставила армію її взяти. Сейчас Министерство обороны проверяет качество формы, о результатах експертиз там обещают сообщить уже в ближайшее время. Сегодня в день защиты детей, победителей всеукраинских школьных олимпиад поздравил Петр Порошенко. Встреча состоялась в Мистецьком арсенале. Дети рассказали главе государства о своих предложениях, как усовершенствовать систему образования. Например, ввести в школах рейтинг учителей и дать возможность школьникам самостоятельно формировать программу обучения. Президент заявил, что готов поддержать их инициативы. Дякую, я полностью поделяю все фантастичные идеи, які сьогодні були висловлені. Политики должны закончить войну и вернуть детям мирную жизнь. Об этом сегодня заявил глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко после встречи с детьми из лагеря «Лесная застава» в Киевской области. Здесь живут 35 ребят из прифронтовых зон Донбасса, семей переселенцев и бойцов АТО. В ближайшие дни приедут еще 150 детей. Для них отремонтировали жилые корпуса, завезли бытовую технику и мебель, построили спортплощадки, а сегодня подарили новые велосипеды. Ребята говорят, после пережитого на Донбассе здесь смогли почувствовать себя в безопасности. Там война идет, страшно, военная техника ездит. Когда длинный звонок, мы сразу бежали все в подвал. Страшно все это. Долетало до нас. Тоже прятались в подвалах. Трагедии страшные, трагедии поражают. Дело взрослых, дело нас, политиков, поддержать детей, закончить эту войну, поддержать их и вернуть мирную жизнь. Чтобы они могли вернуться в мирные, добрые и светлые дома. В школах, где они прячутся в подвалах, а учатся. Дети на себе испытали ужасы войны. Поэтому очень важно, как можно быстрее закончить военные действия. Обмороки, истерики и скандалы. В таких условиях записывают детей в новый детсад в Ивано-Франковске. Родители сутками выстаивают в очередях. Но почему такой ажиотаж? Подробнее наши корреспонденты. Детский сад Вышиванка в Ивано-Франковске открыли около месяца назад. Первый за последние 25 лет. Записывать сюда детей начали сегодня, в центре админуслуг. Создали специальный электронный реестр. Родители со вчера в живой очереди. Очень рады, что открыли тот садик. Но мы не думали, что такой ажиотаж. Тут чуть не бились. У здания центра многие простояли почти сутки. Люди очень устали, некоторые даже теряли сознание. Сейчас там дежурит бригада медиков. В ночи одни было плохо. Был тиск. Пока что никто не вернулся. Всем хорошо. Но люди чергували целую ночь. Я не знаю, как они выдержали физически. Она ничего не ела, перевтомилась. Кажется, от 11.00 вечера чергувала с переднего дня. Оксана Илькиев пришла за два часа до открытия центра. Надеялась сразу записать в садик двухлетнего сына. Но в очереди она почти трехсотая. Я уже напевняю на понедельник буду. Потому что на четверть, пятницу уже списки вывезли. Чекаю на понедельник. Ниня Леонидовне выстаивать очередь придется заново. Хотя записалась еще вчера. Около двух ночи ушла домой. Люди, которые не были до раннего дня, их просто выкрасили. И я записала, уже записала своего внука на пятый список. И мы попадаем на шестый червень. Теперь в том, что ее внук попадет в новый садик, Нина Леонидовна сомневается. В Ишиванке всего 250 мест. Остальные дошкольные учреждения в городе переполнены. Отсюда и ажиотаж, объясняют в центре админуслуг. Активисты уверены, очередей не было бы, если бы чиновники ввели регистрацию через интернет. Записаться в электронную очередь сегодня успели первые 95 человек. Но гарантии, что их чадо попадет в новый детсад, у людей нет. Нужно ждать, когда специалисты центра обнародуют окончательный список фамилий на сайте. Однако сначала они должны внести в реестр всех желающих. А их количество пока не уменьшается. Екатерина Доброгорская, Жанна Дудчак, Зиновий, Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. Тела троих львовских пожарных, которых засыпало на Грибовицком мусорном полигоне, нашли. Двоих из них сегодня похоронили. Во Львове объявили однодневный траур. Сегодня утром спасатели продолжали поиски пропавшего без вести коммунальщика, который, вероятно, тоже оказался под завалами. Но днем работы приостановили из-за угрозы нового оползня. Мусорный полигон уже четвертые сутки не работает. А куда теперь вывозят тонны отходов из Львова, узнавали наши корреспонденты. Столько мусора возле моего дома не было уже давно. Из-за трагедии на Грибовицком полигоне его не вывозят с воскресенья. Вывозом мусора с городских улиц занимаются несколько частных фирм. Сегодня мусор убрали только в центральной части города. Там, где куча отходов могут испортить настроение туриста. Здесь работает одна из крупнейших фирм по вывозу мусора. Говорят, договорились транспортировать его на маленькие полигоны в области. Но тени резиновые на долгое место не хватит. Ведь за день собирают около тысячи тонн отходов. Одно из таких временных мест для складирования отходов в Новом Раздоле. Жители городка уже подняли шум, когда узнали, что мусор из центра Львова начали вывозить к ним. Мол, Новороздольский полигон не сможет поглотить отходы большого города. А львовские активисты предупреждают. Скоро и жители львовских окраин взбунтуются. Мусорные кучи у них под окнами растут не по дням, а по часам. Отвечать за все придется мэру судовому. Смиття будет забраться только из центра города, чтобы туристам было доброе. А по окраинам будет остаться. То я думаю, что смиття из окраин небайдужие граждане привезут под хату Андрея Ивановича. Экологи предупредили, просто так закрыть грибовицкую свалку не получится. Запретить вывоз мусора сюда мало. Полигон надо срочно рекультивировать. Говорят, это бомба замедленного действия, которая катастрофически влияет на окружающую среду. Из-за оползня может разрушиться дамба, которая предотвращает утечку жидких токсинов. Ее надо укреплять, а это миллионы гривен. Сколько смиття, десятки тысяч тонн, зашли вниз, вплоть до... затупили инфильтраты, они пошли на землю. Это уже есть, это действие, действие уже запущено. Пока городские власти не придумали, что делать с мусором, чиновники попросили жителей города минимизировать выработку отходов. Горожане скептически настроены. Максимум, что можно сделать, это временно отказаться от использования пластиковых пакетов, бутылок и отложить до лучших времен ремонты. Но это проблему не решит. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Львов. Экологической катастрофой опасаются жители Полтавской области. Сегодня возле облсовета они протестовали против новых методов добычи газа. На госпредприятии «Угргаздобыча» хотят применить гидроразрыв пласта. Это когда в землю под давлением вводится специальная смесь, измельчающая грунт. Так, уверяют, увеличат добычу. Но люди считают, это может привести к серьезным экологическим проблемам. Жители поддержали в партии «Простых людей». Областная фракция вынесла на сессию вопрос о проведении экспертизы. После жарких споров за проголосовало большинство депутатов. Гидроразрыв пласта – это инструмент, без которого невозможно увеличивать видобок в стране. Какие эксперты там залучены до этого, до их проекта? «Угргаздобыча» не дала материалы, документы. Мы не позволим, чтобы на Полтавщине делали экологические эксперименты. В здание парламента сегодня пришли матери погибших в Одессе 2 мая 2014 года. Напомнить, два года уже прошло, а виновные так и не названы. С родными погибших встретились представители оппозиционного блока. Нардепы пообещали добиваться результатов расследования и не только украинского, но и международного. Сожгли граждан Украины, в том числе и гражданина Украины, достойного гражданина Украины, моего сына. Ему было 33 года. Он был авиаконструктор. Он был достойным человеком. Все, что мы хотим, мы просто хотим, чтобы наказали тех, кто виновен в этой трагедии. Вот и все. Мы будем продолжать международное давление на украинскую власть. Будем обращать внимание мирового сообщества на то, что происходит. И второе, наша позиция в отношении любых временных следственных комиссий напрямую зависит от позиции парламента. После встречи с родственниками, пострадавших в Одессе, на сайте оппозиционного блока появилось заявление. В партии напомнили, создание временной следственной комиссии по Одессе добиваются с начала нынешнего созыва парламента. Но если украинское расследование одесских событий в Украине не сдвинется с мертвой точки, будут добиваться международного. В самой Одессе ожидают наплыва туристов. Сегодня в Украине начался курортный сезон. Готов ли город к приему отдыхающих и не перестарались ли с креативом шустрые коммерсанты, выяснял Андрей Анастасов. Фишка нынешнего сезона – беспрецедентное засилье пляжей коммерческими площадками всех мастей. Беседки, надстройки, террасы на воде, навесы или просто банальные палатки. Чего только не придумывают коммерсанты, чтобы продавать втридорога соки, воды и сладкую вату. Люди негодуют, но сделать ничего не могут. Есть активисты, определенная часть людей, которые бегают везде, смотрят где что неправильно. Но все равно большинство народу на это не реагирует. Все прекрасно понимают, что это бесполезно. Вот, например, один из пляжей в районе Большого фонтана. На железные сваи коммерсанты уложили деревянный настил и полностью, вплоть до самой воды, перекрыли берег. Вместо чистого песка получили очередное кафе, говорит одесситка Лариса Федорова. К сожалению, я могу констатировать, что наш город не готов к приему туристов. Ну, не лучшим образом у нас город подготовлен, но не пляжи, это честное слово. А вот местные власти утверждают, город готов, но сказать это на камеру профильный вице-мэр сегодня так и не смог. Не нашлось времени. Активисты такие пляжные конструкции называют незаконными и говорят, как бы курортный бум не сыграл с Одессой злую шутку. Ну что, мы пилим свой рекреационный потенциал. Наверное, мы пойдем по крымскому пути, когда Крым себя дискредитировал за несколько очень хороших туристических лет. Вот я этого боюсь. Еще одна беда туристической Одессы – это дороги. Чтобы добраться, например, до диких курортов юга области, придется поехать по печально известной трассе Одессы-Рени. Водители уже даже не возмущаются ее состоянием, а просто шутят. Я думаю, что тут ям нет, потому что там, где нет дороги, ям не бывает. Сегодня в Одессу приехал министр инфраструктуры. Говорит, правительство рассмотрит вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту. И серьезно займется ремонтом дорог, в первую очередь Ренийской. Но мы должны понимать, что без создания дорожного фонда качественного взрыва не будет. Без належного вагового контроля эти дороги, наведомо, будут зруйнованы через год. Что же касается цен на жилье в Одесской области, то арендные ставки по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 20-40%. Так, самое дешевое жилье в частном секторе в Затоке обойдется в 150 гривен с человека в сутки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Как в России встретили первый день лета? Кто поселился в зоопарке Майами? И кто напал на бывшего губернатора Калифорнии? Об этих и других событиях узнаете из нашего обзора. В нескольких регионах России в первый день лета выпал снег. Местные жители снимают необычное явление природы и выкладывают фото и видео в сеть. Накануне шел ливень и град, который к утру сменился снегопадом. В некоторых городах из выпавшего снега можно даже слепить небольшого снеговика. На авто известного голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера во время сафари напал слон. Видео актер выложил у себя на странице в инстаграме. Животное приблизилось сзади, а затем погналось за машиной. Водитель едва успел скрыться от слона. Сам же актер признался, что после такой встречи некоторым пассажирам авто пришлось менять белье. Не забывайте ставить машину на ручник во время секса. Предупреждают шведские блюстители порядка. Полицейские округа Сёдр Мальм в Стокгольме разместили на своей странице в твиттере фото машины, которая скатилась с горы. Снимок прокомментировали. Пара, которая была в машине, так увлеклась, что забыла поставить авто на ручной тормоз. Безопасность превыше всего, подытожили полицейские. Хотите стать ближе со своим котом? Облежите его. Изобретатели из США разместили на платформе для стартапов новый проект – «Силиконовый язык». С его помощью хозяин сможет устанавливать более тесный контакт со своим питомцем. Кроме того, как утверждают создатели, «Силиконовый язык» помогает расслабиться и успокоиться. На реализацию проекта уже собрали более 30 тысяч долларов. Дебют коалы Милу во Флориде. Посетителям зоопарка в Майами наконец показали коалу, которую привезли из Сан-Диего ещё в начале мая. Всё это время животное адаптировалось. В зоопарке это первая коала. Со временем сотрудники надеются найти для Милу подружку и получить потомство. Британская королева в компании любимых собак появилась на обложке модного глянца. Журнал «Венити Фэйр» посвятил свой первый летний выпуск 90-летию Её Величества. По словам известного фотографа Энни Лейбовец, которая делала фото, все идеи самой Елизаветы Второй. Она вела себя очень уверенно и свободно. Королева уже появлялась на обложке этого журнала почти 10 лет назад. Бастуют все. Во Франции ходит лишь треть электричек и чуть больше половины скоростных поездов. Управление железных дорог вынуждено было отправить своим клиентам письма с предупреждением внести коррективы в планы. Добавило проблем и непогода. Больше расскажет София Гордиенко. Самое удивительное, что уже несколько месяцев во Франции растёт экономика и падают показатели по безработице. Но из-за протестов и забастовок этот успех остаётся незамеченным. Железнодорожники предупредили, забастовка не однодневная, пока не договорятся с правительством. Это будет здесь, но более точную информацию по платформе объявят через несколько минут. Люди в красных жилетах раздают новое расписание, помогают растерянным пассажирам добраться из точки А в точку Б. Не все принимают ситуацию хладнокровно. Представьте себе, что мы тоже начнём забастовку и перестанем платить за наши проездные. Если всё равно мы доехать никуда не можем. Нам уже в печонках сидят эти забастовки. Впрочем, те электрички, которые ещё ходили в нескольких регионах, пришлось сегодня отменить из-за наводнения. Реки и каналы вышли из берегов. Проливные дожди не прекращаются практически по всей территории страны уже несколько дней. Эти отец и сын, в чём были, едва успели покинуть полностью затопленный дом. Забрали то, что можно забрать, и всё. А дом залило полностью. Улицы и даже центральные автострады севера страны превратились в каналы. Вышла из берегов Сена, залила мостовые Парижа. В последний раз такую картину наблюдали здесь в 1910 году. А до Еврочемпионата по футболу остаётся чуть больше недели. Но если с природой договориться нельзя, то с людьми можно и нужно. Как сообщает французская пресса, сегодня между главой Всеобщей конфедерации труда, самого влиятельного профсоюза Франции и правительством идут переговоры. От их результата зависит, как Франция примет гостей на Евро-2016. Будет ли им на чём добраться к стадионам и чем заправить автомобили. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Швейцарии открыт самый большой в мире железнодорожный тоннель. На церемонию открытия прибыли первые лица ЕС. Что значит для Объединённой Европы этот титанический проект, унёсший и человеческие жизни, и миллиарды долларов? Посмотрите. На грандиозный железнодорожный тоннель сквозь Альпийский перевал Сен-Гаттарт ушло почти 20 лет строительства. До этого его полвека планировали. Работы были уникальной сложности. Они унесли 9 человеческих жизней проходчиков. Их образы – главные герои театрализованного представления на церемонии открытия. Стоимость проекта почти 11 миллиардов евро. Это важный шаг для Швейцарии. Вместе с тем и для наших соседей и остальной части континента. Люди теперь могут передвигаться быстрее между такими городами, как Штутгарт, Цюрих, Лугана или Милан. Они связаны между собой теперь гораздо лучше. Гаттар – самый большой горный тоннель. Протяженностью 57 километров. Его прокладывали сквозь горную подошву, чтобы можно было использовать скоростные поезда. В Швейцарии есть и другие тоннели, но они короче и прорыты под углом. Для транспорта и дольше, и неудобнее. На церемонии открытия президент Франции, премьер Италии, канцлер Германии. Среди земноморья и ландшафты Центральной Европы, Монтеверди и Бах, Тарантелла – народный танец Южной Италии и альпийские танцы. Как еще лучше выразить то, что наше разнообразие все-таки объединяет Европу? Теперь из Берлина в Милан можно попасть за два часа. На фоне разговора в грядущем распаде ЕС европейская пресса пишет о тоннеле, как объединяющем символе. По сути, он соединяет важнейший голландский портовый город Роттердам на севере и такой же важный порт в итальянской Генуе на юге Европы. В дальнейшем транспортный коридор планируется расширить до Греции. Геннадий Вивденко, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Вот таким выдался этот день. Спасибо, что смотрели подробности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин